Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня на одном из современных календариков 12 мая 2016 года четверг по одному из старинных 31 день месяца посева и наречения 7524 лета шестица. Мы начинаем тему, которая звучит так. Узорное письмо и колословы, и главный соведущий Сергей Иванов. Здравия, Сергей! Здравия, Алексей! Здравия, другим! Итак, давай, наверное, для начала внесем ясность. Что такое узорное письмо, что такое колословы, чем это отличается или схоже с письменами, которые многие относят к древнеславянским, славянской буквице, каким-то еще руническим письменам, как славянским, так и не совсем славянским, а может быть совсем не славянским. Вот давай вот с этого и начнем. Добро. Ну, вообще говоря, узорное письмо достаточно обширная тема, да? И поэтому, чтобы как-то так немножко начать и ввести немного в курс слушателей, которые, возможно, что никогда об этом не слышали, да? Вот. Поэтому я бы хотел начать именно вот с заявленной темы, то есть с источников, да? То есть, что такое узорное письмо с точки зрения его происхождения, будем так говорить. Когда мы рассмотрим эти источники, более-менее будет понятно, о чем идет речь. Итак, их три этих источника. В тех материалах, которые были предоставлены в анонсе эфира, там, собственно говоря, есть некоторые картинки, которые можно было посмотреть и как-то так составить представление. И начну я с первого источника. Это древнерусская титульная весть. То есть, достаточно мощное культурное явление русской культуры и уникальное в своем роде, потому что ни одна из письменных традиций европейских, в общем-то, не имеет ничего близкого по своей мощи, по своей сложности, по своей многогранности, чем вот эта вот особая форма письма, да? Принято считать и, в общем, изучается вязь исключительно в этом контексте, что это некое художественное такое творчество русских писцов, которые под эгидой русской православной церкви в течение 400 лет развивали эту технику письма. Ну и, собственно говоря, именно поэтому интерес к ней в основном находится либо в русле тех, кто изучает православную христианскую культуру, либо особенно в последнее время большой интерес к вязи возник у каллиграфов, у мастеров художественного письма и, так сказать, в смежных областях. Но в любом случае, всякий раз, когда речь заходит о русской вязи, либо в художественном, так сказать, аспекте, либо в научном, речь идёт о том, что это некий вот образец художественного творчества, да? Вот. Я же предлагаю посмотреть на вязь несколько с другой стороны, и, в общем, будет понятно, насколько этот подход, в общем, более плодотворный, да? Я утверждаю, и, в общем, к этому есть достаточно много оснований, что вязь – это особый вид письменности. Особый вид письменности не только с точки зрения его художественных достоинств, но и с точки зрения формы букв и, собственно говоря, для алфавитного состава, который, так сказать, мы не имеем ни продолжения его никакого, да, в более современном выражении, ни какой-то достаточно внятной истории. То есть, она возникла вот под эгидой русской православной церкви, сначала достаточно робко, и потом дошла до совершенно, в общем, фантастических образцов, их очень много. И если мы посмотрим на всё это достаточно большое наследие, действительно, образцов, ну, просто очень большое количество, то мы увидим, что буквы, которые так или иначе там оттачиваются, фигурируют, буквы, которые применялись русскими мастерами для того, чтобы эту технику проявлять, они в корне отличаются от той письменности, которую мы имели до Петровской реформы, да, то есть, известно, такие почерки, как говорят каллиграфы, как, скажем, полуустав, устав, да, вот, они довольно близки к письменной традиции греческой, ну, и, собственно говоря, основная историческая, скажем так, гипотеза о том, что письменность была принесена на Русь первоследителем Кириллом и Мефодием, да, она как-то в какой-то степени, эта точка зрения опирается и на, в частности, на уставное письмо, которое имеет точный аналог более ранее в греческом. Так вот, в вязи буквы, форма букв, если заняться их тщательной археологией, собственно, что и было сделано, да, говорит о том, что форма букв в титульной вязи совершенно в корне отличается от уставных канонов, будем так говорить, то есть, это особые буквы, и когда мы попытались рассмотреть не в художественной точке зрения, а чисто геометрической вот эти вот буквы, выяснилось, что они укладываются в квадратную сетку и образуют достаточно интересный, ну, его можно назвать шрифтом, но на самом деле это не шрифт, это уникальный набор букв, которые выверены по квадратной сетке и в анонсах эфира, в частности, слушатели могут посмотреть то, что там называется колословица, да, для сравнения там же представлен один из шрифтов, которые являются собой, так сказать, исторический образец оцифрованный, да, и можно заметить, что практически все буквы, ну, за малым исключением, они полностью узнаются, да, то есть, колословица, она графический, геометрический отпечаток русской вязи, и, в общем-то, ну, это можно было бы, кстати, просто посчитать неким, так сказать, экспериментом, который не имеет под собой, в общем, никаких серьезных оснований, да, но выясняется интересная вещь, что колословица уникальна с точки зрения образования лигатур, то есть, буквы этого, этого ряда, они подходят друг к другу, как к люкс-замку, образуя единые структуры, эти структуры достаточно разнообразны и позволяют говорить не просто о неком сочетании букв, а каждая лигатура образует достаточно самостоятельный образ, и тут мы вспоминаем о таком явлении, как слоговое письмо, которое в историческом контексте много где представлено, есть в разных культурах, так вот, русская вязь оказывается ничем иным, как уникальной исторической попыткой создать развитую систему слогового письма на базе лигатур или сопряжений букв, то есть, если мы рассмотрим варианты колословицы, либо исторические образцы, которые вот тут представлены, то мы увидим, что задача вот создания компактной структуры, она основана на том, что буквы сливаются друг к другу, образуя вот эти вот лигатурные формы, которые, в принципе, могут даже рассматриваться как отдельные буквы, да, то есть, более того, я здесь сейчас не буду этого касаться, поскольку это вводная лекция, да, но если мы посмотрим на колословицу более внимательно, то мы поймем, что большая часть букв, которые ее содержат, это тоже уже лигатуры или слоговые руны, как их еще принято называть. Ну, в частности, в качестве примера можно привести букву Г, это достаточно известный факт, что очень многие исследователи рассматривают ее как слоговую руну Го. Вот, но здесь она совершенно четко, явным образом представлена. То есть, вот первый источник, который возник в результате археологии русской вязи, достаточно серьезно проделанной работы, это особый вид кириллического письма, но я называю его кириллическим, в общем, в большей степени по традиции, потому что, в общем, есть серьезные основания считать, что то, что мы называем кирильцем, существовало задолго до Кирилла и Мефония. Вот. Таким образом, значит, вот это первый источник, о котором мы говорим, это колословица. Далее, вот совсем недавно как раз у вас в гостях был выдающийся исследователь и очень уважаемый Павел Иванович Кутенков, который рассказывал, тема его выступления была ярга и свастика. Так вот, очень к месту как раз пришелся этот эфир, потому что второй источник, о котором мы будем говорить, это геометрический солярный символизм. Вот. И, собственно, там действительно для того, чтобы углубиться в эту тему, действительно лучше обратиться к записи того эфира, который был с Павел Ивановичем. Вот. А здесь я просто вкратце коснусь и скажу, что уникальное вот это культурное явление, которое называется георгическим символизмом или солярным символизмом. То есть, у него очень много названий. Вот. Также есть большое количество трактовок того, что это такое, что эти символы означают, так сказать, как их читать, что они собой символизируют. Очень много гипотез, очень много предположений. И они, в общем, в той или иной степени многие имеют право на жизнь. Я исхожу в данном случае от гипотезы, которую, кстати говоря, насколько я знаю, Путенков тоже озвучивает в своих работах. Это то, что это остатки очень архаичной древней узорной письменности. Вот. И на это указывала, в частности, покойная Светлана Жарникова, которая в своих работах также проводила вот эти параллели о том, что солярные символы, которые мы можем наблюдать со времен палеолита в различных культурах, то есть это не что иное, как некая утерянная форма письменности. Значение символов, которые мы не... Ну, сейчас можем только предполагать. То есть есть какие-то традиционные трактовки этих символов, но они уже, скорее всего, более поздние. Вот. Ну и, собственно говоря, если обратиться, скажем, к... к тем же грекам, то они напрямую называли ту же самую свастику гамма-дионом, да. То есть предполагали, что это не что иное, как вращение четырёх букв гэ или гамма, да, по-гречески. Ну, по солоне или противосолоне, в зависимости от того, что это за... Ну, что это за знак? Бесконечное большое разнообразие этих символов, наверняка многие это вообще слышали. Так вот, есть особенность определенная. Если мы рассмотрим достаточно большую группу солярных символов, то мы увидим, что это именно повторение некого образа, четырёхкратное, по солонь и связывание его в соистический центр. Так вот, если мы ровно вот этот принцип применим для того, чтобы с помощью колословицы писать лигатурным, так сказать, письмом и применять этот принцип четырёхкратного повторения с вращением, то мы получаем, по сути, в общем, хоть и похожую на вот эту всю архаическую историю, но достаточно новый вид письменности, который открывает потрясающие возможности с точки зрения преображения слова в символ, или в некий образ, который напрямую связан уже с энергетикой солярной символики, с её силой, с её, так сказать, тайной и так далее. И с другой стороны мы можем чётко проследить, что это не единственный, и, в общем, не уникальный, скажем так, опыт, да, который мы проделываем на примере вот того, что мы называем колословицей. Есть такой опыт исторический, который был проведён арабами в самом-самом начале только при зарождении религии ислама. Ровно такую же работу суфии того времени провели для того, чтобы соединить первый арабский почерк, так называемый Куфи. Они его ровно таким же образом привели к геометрической форме и, собственно, начали проводить первые эксперименты по созданию вот этих вот тетраграмм на примере арабской письменности. И вот в анонсе эфира, там вы можете посмотреть, есть образцы достаточно изощрённые, достаточно простые, и особенно интересны там два первых образца, которые двумя способами показывают вот этот вот солярный образ слова «Аллах», реализованный в квадратном Куфе. Таким образом, вот если мы соединим вот эти вот, казалось бы, совершенно разные культурные явления, разные и по времени, и по географической локации, да, и даже и по сакральной какой-то традиции, тем не менее мы видим здесь совершенно чёткий общий знаменатель, общий принцип, который позволяет нам говорить о том, что это не случайное открытие и что у него есть серьёзные основания, напрямую отсылающие нас к тому, что принято называть сакральной письменностью. Ну и, в общем, вот... Сергей, хочу уточнить нашим радиослушателям, уже неоднократно ты ссылаешься на вот эту вот подборку картинок, которые в анонсе представлены. Так вот, нашим радиослушателям хочу сказать, что для того, чтобы увидеть картинку, вам надо зайти на чат народного славянского радио, славомир.org, и там найти слово «анонсы». И в анонсе уже вы увидите вот этим числом, сегодняшним, 12 мая 2016 года, нажимаете и как раз увидите эту фотографию, собранную калашей, собранную из различных фотографий. Это первое. Второе. Если вы хотите задать вопрос, то вам также необходимо войти в чат, то есть на нашем сайте ищите слово «чат», нажимаете, если ещё не зарегистрировано, то регистрируетесь, и только не теряйте логин и пароль, там надо указать логин и пароль и почту, куда вам пришлёт ответ. И всё, и после этого сможете задавать вопросы и переписываться с друзьями. И ещё спрашивают радиослушатели, что за посторонние звуки от тебя слышны, как будто чётки перебираешь. Ну, в общем, это чётки есть, да. Прошу прощения. И тут предлагают устроить концерт, мне тоже предлагают достать чётки из кармана ватника и тоже поперебирать их. Будем стоять на пару. А по поводу того, что ты сказал, это очень интересно, разворачиваешь тему, и я наблюдаю, ну, я знакомился, естественно, с материалом, который выложил, который ты прислал для Аноса, и я наблюдаю, что схожесть, конечно, просто один к одному с той вязью с теми колословыми, которые представлены сверху, и с арабскими, так называемыми. И у меня приходит в голову, если всё приписывать грекам, то что, греки и к арабам что-то принесли, мне кажется, здесь была какая-то более древняя культура, где вот эти вот колословые, вот эта вязь, она существовала очень в древности. И потом, когда стало происходить разделение народов по культурам, разделение народам по религиям, то в этом случае те, кто приходили как проповедники, они просто поднимали ту традицию писания, которая существовала, и просто вписывали уже что-то своё, где-то что-то подчищая, может быть, где-то что-то подбирая. Но суть в том, что просто так, например, если мы на негреков будем ссылаться, теория как-то распадается. А вот если мы на что-то более древнее ссылаемся, и карты древности указывают, что, в общем-то, наши славянские племена находились и в тех местах, откуда вот эта вязь арабская представлена, то многое становится на свои места. Но это была всего лишь на вся реплика. У нас ещё 10 минут, до музыкальной паузы. Ну, на самом деле, Алексей, это совершенно как бы реплика, что называется, в строку, потому что мы, конечно, здесь можем уже только выстраивать гипотезы, но я полностью согласен с такой постановкой вопроса. То есть здесь речь идёт именно о древней традиции, которая через учителей в определённые моменты истории так или иначе в тех или иных культурах проявляется. И вот, собственно, историческая вот эта плоскость, связанная с историей арабского, так сказать, возрождения этого вида письма. Она как раз чётко это показывает, потому что речь идёт о серьёзной магической поддержке цивилизационных проектов очень крупных. И вот именно развитие геометрического Куфи и самый его расцвет в архитектуре и в других, так сказать, источниках, он пришёлся на рассвет того, что известно в истории как арабский халифат, расцвет арабской культуры, которая достаточно широко известна. Это вторая половина первого тысячелетия нашей эры, то есть там начиная примерно с VI века и до XII-XIII. Ну, там было несколько волн, в общем-то. Но это именно, скорее всего, так и есть. Я думаю, что греки в данном случае – это просто эпизод. Конечно, речь идёт о более древней традиции. И этому есть подтверждение. В общем, есть определённая гипотеза на этот счёт, которую, в принципе, можно будет вкратце изложить, ну, уже, наверное, после паузы, да? Если я правильно понимаю, сейчас она уже должна наступить. Через 9 минут. А, 9 минут ещё? Ну, тогда я, в принципе, могу сказать. То есть я здесь придерживаюсь так называемой концепции золотого века, да, то есть и цикличности появления цивилизации, их рассвета. И мы, безусловно, не первая цивилизация, да. И вот, собственно говоря, в этом контексте очень интересно рассмотреть вот эти вот свастические образы, которые встречаются, ну, решительно везде и с незапамятных времён, да, то есть их очень много, и они все, ну, просто вот как на подбор действительно возникает соблазн как бы приписать этому некий, так сказать, астрономический аспект, да, там завязать это, там, скажем, на резонанс с ДНК человека, то есть очень много гипотез, вот. И одна из таких гипотез, она может заключаться в том, что это принцип, который вот по этим эпохам путешествует просто как некий простейший образец, как формируется сакральная структура в письменности. Причём здесь важно ещё отметить такой момент, что мы привыкли к линейному письму, считаем его единственно верным, да, это, в общем, традиция, которая идёт от финикийцев, и вот эта доминанта западной научной мысли, она практически не оставила подходов в истории письменности, никаких иных, кроме линейных. А между тем, очень многие исследователи, ну, в основном, конечно, больше независимые, но в частности тот же Валерий Алексеевич Чудинов, у него есть гипотеза, которая, которую он уже со своей точки зрения подтверждает, которая говорит о том, что сакральная письменность, во-первых, не была линейной, и во-вторых, форма букв не была жёстко закреплена, ну, как вот мы сейчас это понимаем, в шрифте, в прописи, да. То есть, это был некий достаточно свободный, с точки зрения графики, стиль, который предполагал создание уже не столько письменности, которая необходима для передачи информации, сколько от образов, которые напрямую работают как сакральный объект, как магический объект. Вот, и во многих культурах мы это можем наблюдать, а вот линейное письмо, это уже письмо, которое, собственно говоря, служит для цели передачи информации, но не имеет практически никакой сакральной основы. Возможно, что, в принципе, изобретение линейного письма было необходимо для того, чтобы писать священные писания, где речь идёт не о добыче веды через знания учителей, через труд постигающего, а просто по книжке. Ну, собственно, как те же самые там аврамические религии просто дают человеку книжку, причём книжку, так сказать, с определённой уже интерпретацией, и, собственно говоря, для этого действительно не нужно никаких, никакой сакральной письменности, достаточно просто иметь линейную форму письменности, понятную для тех, кто это будет читать. Собственно, вот такая вот вводная идея. Ну, в общем, наверное, на этом, может быть, что вводную часть я бы закончил, потому что можно в каждую из этих тем можно глубоко зарываться, просто для ознакомления, я думаю, пока достаточно, если, так сказать, дальше через систему вопросов можно будет развить тот или иной аспект. Ну, ты думаешь, что так просто от меня отделаешься, как говорится, фигушки. Давай ещё, у нас есть пять минут, и я тебя немножко сам помучаю вопросами. Скажи мне, пожалуйста, давно ли ты заинтересовался этой темой, это первый вопрос, и с чего это вдруг ты ей заинтересовался, то бишь, как ты докатился до жизни такой? Хороший вопрос, всегда мне его задают. Вот, и я, в общем, как бы, ну, не просто ответить на него, скажем так, занимаюсь давно. Ну, в принципе, как бы к этой теме, ну, порядка шести лет был подход такой исследовательский, будем так говорить, да, а на публичном, так сказать, уровне это последние два года я как художник, как мастер узорного письма и, в общем, как обучающий этому письму, вот, это сейчас как бы более-менее стало известно, да, то есть, появились люди, которые интересуются этим, появились люди, которые учатся этому, вот, которые пытаются понимать эти образы, потому что, если мы рассматриваем практически любой колослов, то мы видим там очень много планов, скажем так, да, там есть отрицательное пространство, из которого проявляются по сути все символы, которые вот сейчас можно наблюдать, в частности, вот, возрождающиеся традиции родноверской, да, ну, то есть, вот, то, чем достаточно плотно сейчас заполнен интернет с точки зрения вот таких солярных символов, вот, практически все они проявляются через определенное слово в колословах, это можно просто наблюдать иногда, ну, буквально вот по атласу, да, вот, а как дошел до жизни такой, ну, это, конечно, вопрос достаточно такой, не знаю, я думаю, что, видимо, пришло время проявить какие-то аспекты, вот, я по профессии графический дизайнер, и шрифт для меня очень близкая тема, и, в общем, я думаю, что археологию, вот, Вязи, исследователь, который подойдет, ну, подойдет с исторической точки зрения, возможно, что он не заметит того, что заметит человек, который занимается достаточно долго буквами и графическим дизайном. Я думаю, что вот первичный толчок с точки зрения профессиональный он был, а второй, ну, это, безусловно, конечно, изучение традиций древних, самых разнообразных, которые, в общем, так или иначе привели к мысли о том, что сакральная традиция, она у человечества единая, и достаточно давно не было никакого разделения языков, и, в общем, все это составляло единый пласт знаний, который, ну, в результате, там, можно по-разному трактовать, в результате Кали-Юги или Ночи Сварога, или там, в результате каких-то катастроф, которые губили одни цивилизации, поднимали с нуля следующие, да. Тут можно много гадать в историческом аспекте, но то, что изначально эта традиция была единая, и вот, собственно говоря, то, что здесь удалось показать, оно показывает, что образы все одни и те же. Вот, и, по крайней мере, ну, кстати говоря, на связку русского и арабского, наверняка все слышали работы Николая Николаевича Вашкевича, который уже в лингвистическом аспекте, не в письменном, а именно лингвистическом аспекте устанавливает чёткую родственную связь между арабским и русским языком. То есть, вот такой вот комплекс, как бы, видимо, и кристаллизовал то, чем я сейчас занимаюсь. Ну и отлично. Вот и выяснился тот комплекс, который нам позволяет в этой жизни что-то понимать, что-то исследовать. Ладно, тогда мы сейчас переходим к музыкальной паузе, небольшой 2 минуты 45 секунд, и после этого продолжим разбирать заявленную тему. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что сегодня 12 мая 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 31 день месяца посева и наречения, 7524 лета, шестица. Узорное письмо и колослово, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Сергей Иванов, главный соведущий. Я прошу радиослушателей в нашем чате присылать вопросы, уточняющие, поскольку вводная часть уже прошла, так вот быстро и незаметно. И хочу также сказать, что раз упоминали мы Павла Ивановича Кутенкова, то завтра как раз ожидается эфир, вторая часть по ярговедению «Ярга и свастика». Не пропустите, я думаю, что будет много чего интересного. А потом у нас будет перерыв, потому что Павел Иванович собирался отбыть по делам и на отдых. Так что не упустите моменты, позадавайте вопросы. Итак, что предлагаешь сделать дальше? Какие-то вопросы уже почитать, которые успели поступить, и по ним пообщаться? Да, я думаю, лучше по вопросам. Хорошо. Данил задал вопрос. Здравия соведущим. А нет, подожди, подожди. Сначала Света тебе просит передать, пожалуйста, привет Сергею из Петрозаводска. Получай, пока теплый. Получил привет Свете обратно. Хорошо. Ну вот теперь у нас вопрос в эфир от Данила. Здравия соведущим. Сергей, первый вопрос. Что общего и в чем отличие между русской и арабской вязью? Ну, во-первых, это, собственно, разный алфавит. Это раз. Во-вторых, арабская вязь практически не знает лигатур. Несмотря на то, что образы, которые являют мастера арабской каллиграфии, кажутся нам такими связанными и компактными. Но, тем не менее, это особенность именно арабского шрифта, геометрического. Но аллигатур там нет. То есть, это не система слогового письма, о которой я упоминал. Потому что в случае колословицы и, собственно говоря, и даже в исторической русской вязи, которую мы знаем по историческим образцам письменным. Это аллигатурное письмо, которое оперирует слогом в качестве некого базового графического структурного элемента. И здесь мы сразу выходим на такие вещи, как популярный этимологический разбор разных слов. Типа «ра», «га». Достаточно известные трактовки. То есть, когда мы пытаемся работать с этими... А это сакральные слоги, которые действительно имеют достаточно древнее происхождение. Они ведут, так сказать, напрямую к праязыку. Когда мы начинаем писать эти слоги обычным линейным письмом, у нас получается, в общем, ну, по сути, ничего не получается. То есть, мы не видим, связаны ли эти буквы на самом деле. Когда мы используем аллигатуру в качестве формы для образования слога, мы четко можем сказать, что это «ра» или «р-а». Причем в данном случае колословица и вот то, что идет при разработке колослова как такового, может быть и так, и так. То есть, мы можем писать свободным стилем и количество слогов, которые мы располагаем, неограничено. Арабская вязь не дает этих возможностей. То есть, это не слоговое письмо в принципе. То есть, это вот такое вот фундаментальное отличие, будем так говорить. Ну, и есть технические отличия. То, что пишут арабы справа налево, в отличие от нас. И те образы, которые они проявляли на ранней стадии в восьмом-девятом веке, в седьмом. И то, что я показал в анонсе эфира. То есть, то, что мы называем колослово только по-арабски. Там принцип формирования вот этого исходного блока, он такой же, как в обычном арабском письме. То есть, они пишут справа налево. Ну, и в общем, наверное, все. Ты сказал, что нет лигатуры. Но ведь сам арабский язык, он достаточно мелодичный. Так, если прислушаться, то арабы говорят достаточно мелодично. Очень часто, когда послушаешь. Что имеется в виду, когда нет лигатуры? Это имеется в виду именно в письменности. Потому что есть понятие фонетическое. То есть, есть фонетический строй языка. Причем, известно, что в арабском письме нет гласных. Но в языке-то они есть. То есть, когда вы слушаете арабскую речь, вы слышите там звуки, которые мы понимаем как гласные. Там А, Е, О и так далее. Поэтому речь идет именно о том, что лигатур нет в письменной форме. Причем в любой, не только в графическом, в геометрическом куфе, но и во всех других почерках. То есть, это просто особенность именно арабской письменности. Потому что почерков там очень много. И мы-то говорим только о геометрическом куфе, как о самом древнем и имеющем отношение к нашей теме. Хорошо. Вторая часть вопроса от Даниила. «Есть ли связь между священным слогом «го» и японским произношением иероглифа «го» по одноименной древней игре шахматы?» Не исследовал этот вопрос, честно скажу. То есть, созвучие и, в общем, довольно любопытное, учитывая, что «го» – это одна из древнейших и одна из сложнейших игр, которые вообще человечество явило. Но то, что «го» – это один из слогов сакрайнейших и очень высокого уровня, это однозначно. То есть, одно из чтений этого слога – это буквально движение Всевышнего. То есть, это очень высокий уровень энергии. Ну и дальше можно рассматривать трактовки, связанные с индийской традицией, через «го» ведение, то есть, через «священную корову» и «млечный путь». То есть, там вот эти традиции, они все как в одном клубке связаны. Но «го» в своей первооснове – это очень высокого уровня, очень высокоэнергетический слог. Дальше Виталий задает вопрос. Может, это все было просто «рабы это улучшили» или «греки улучшили» и «дали это все миру»? Вот как-то так вот вопрос задан. Но мы об этом уже поговорили немножко. Ну, поговорили. Единственное, что могу добавить, здесь достаточно сложно вообще вот в том, что мы называем историей, достаточно сложно причинно-следственные связи установить. Потому что история, она фрагментарна, и более того, она очень сильно политизирована и очень сильно персонифицирована. Поэтому, ну, то есть, как известная фраза, что историю пишут победители, там вряд ли мы сможем понять систему. То есть, мы можем взять оттуда какие-то кусочки, которые, скажем, исторически нам что-то показывают. Да, скажем, исторические образцы, которые добывают археологи или что-то. Но когда мы попытаемся связать вот это вот все в единое, скорее всего, ничего не получится. То есть, кто у кого чего там заимствовал, это вопрос очень сложный. Я могу сказать, что есть гипотезы, которые, в принципе, мне достаточно близка. Насчёт того, что арабский действительно в том мире, который мы знаем, как Великая Тартария, как Орда, что это был язык военного сословия. То есть, изначально империя, которую мы сейчас называем древней ведической империей, которая существовала на территории нынешней России. Велика вероятность, что она была, как сейчас говорят по-научному, билингвальдом. То есть, она владела двумя языками. И арабский был язык по одной версии военного сословия, то есть, Орды. Есть версия, что это был язык, наоборот, жреческого сословия. Но вот, кто здесь, так сказать, больше близок к истине, сказать трудно. Важно, что у нас сейчас есть возможность проследить единый источник. Причём, я говорю, что мы сейчас здесь очень рассмотрели это всё достаточно поверхностно, для того, чтобы войти в тему. А там есть очень серьёзные слоговые развертки от ядра, которые позволяют нам увидеть, что буквы, которые появляются самые первые, это как раз именно буквы, которые мы сейчас называем кириллическими, и те буквы, которые мы сейчас называем арабскими. То есть, у них единый источник происхождения, по всей видимости. Я не могу сейчас, так сказать, положить голову на отсечение, что это прямо так и есть, но это гипотеза, над которой работаем сейчас и серьёзно прокапываем. Там уже много чего есть, какое-то понимание. То есть, это и графический источник один и тот же. То есть, если мы всё это соединим едино, то мы действительно увидим то, что называется неким ядром какой-то древней культуры, которая была по тем или иным причинам, либо прекратила своё существование, либо проиграла в какой-то войне с другой культурой. Ну, что вряд ли. Скорее всего, она всё-таки была разрушена внутренними причинами. Но, опять, это уже история, с ней надо осторожнее. Думаю, что ответил, да? Да, мне нравится подход некоторых учёных, которые пытаются не по историческим каким-то меркам судить о том, что было раньше, не по историческим каким-то фактам в кавычках, потому что, правильно сказал, что история девкопродажная, как говорили, да, не пишет её победитель. Вот, пытается своими путями идти. Вот тоже самое Валерий Чудинов очень интересно сделал изыскание, когда говорит, ну, посмотрите просто, как вот изменялось слово. Вот с востока на запад идите, вы получите вот такое слово. Спросите у немца или англичанина вот это, что он произнёс, вы получите современное их слово, означающее вот наше русское слово. Но где больше синонимов, там, наверное, и корни этого слова. Такой подход. Кто-то генетически отслеживает, когда, кто куда пришёл, с поправками, правда, на то, что всё-таки у нас коррадировали, а другие народы они изначально уже закапывали. Вот, и тоже нравится мне некоторый учёный, подход учёных, которые просто берут арабские некоторые слова, обратную сторону читают, и получается, в общем-то, вполне наши русские слова. Поэтому здесь, конечно, копаться можно очень долго, но факт есть факт, если мы видим такое пересечение, хоть даже и в обратную сторону читают, то, значит, это всё неспроста. И ещё мне тоже нравится один подход, когда какой-то учёный, не помню сейчас, брал немецкие слова, и он просто видел, что они не просто заданно, вперёд прочитаны, а там слоги помененные. Вот я запомнил, там, арбайтен, да, работа, арбайтен. То есть поменяли местами, и там много ещё проявилось примеров. Это говорит о том, что когда-то, ну, как он утверждает, что когда-то была вот такая великая держава, кто-то её Руси называет, кто-то Тартари называет, кто-то Рассени, ну, неважно, как её называть, главное, что была. Её населяли наши пращуры. И когда вторгались другие племена, то в этом случае иные племена, они пытались взять за основу ту культуру, которая есть, но по каким-то своим особенностям не могли её в точности взять. И поэтому происходило коверканье примерно такое же, как сейчас мы можем посмотреть вот эти вот комиксы телевизионные на Джамшата, там, и как там, его ещё не знаем, которые там постоянно, да, коверкают слова, они помешат, что они говорят, но суть остаётся сутью. Вот сейчас, если кто-то приезжает в Москву, или так шуткой кто-то называет, а может быть, с презрением не Москва, а Москва-бат, то как раз вот эти вот джамшуты такие, опять же, в кавычках, ходят. И очень часто даже не задумываясь о том, чтобы повторить что-то из русского языка, просто пытаются совместить на свой манер свою речь с русскими словами. Иногда им это удаётся более-менее понятно, а иногда без переводчика не разберёшься. Так что вот такие интересные теории есть, но во всех них прослеживается такая тонкая вязь, не арабская, а наша вязь о том, что была древняя цивилизация, которая каким-то образом положила основу для всего того, что сейчас мы имеем. И вот это надо нам не забывать. И что самое главное, это нас всех озадачивает с точки зрения быть достойными великого прошлого, а не просто гордиться, как сейчас многие... Я горжусь своим предкам, но при этом живёт как свинья последняя. Я горжусь тем, кто победу сделали, но при этом он сидит и выпивает такого состояния, что падает под стол. И так далее. Таких примеров можно огромное количество показывать. Если уж вы гордитесь великими предками, так будьте хотя бы их достойны. И спросить надо вас, а что вы сделали? Вот они-то сделали. Они много что сделали. Что вы сделали? Ну, это так опять маленькое отступление. Ну, тут не поспоришь. Я единственное, Алексей, могу добавить вот по поводу рождения новых языков. Да, вот то, о чём ты сейчас говорил, что есть вот это вот смешение, которое изменяет язык. И вот это вот слоговые, в частности, перестановки, о которых ты упомянул, это, если кто интересуется, очень серьёзные книги нашего русского исследователя, который совершенно не признаётся наукой. Это Платон Лукашевич. Его книга «Чарамутия. Язык магов». Ну, в общем, там длинное название «Чарамутия». Это вот как раз речь идёт именно об этом. То есть, он высказал совершенно потрясающую гипотезу о том, что вот такие перестановки слоговые, они лежали в основе первоязыка, да, и возможность манипулировать этими слоговыми структурами, она таким образом камуфлировала, будем так говорить, первоначальные смыслы, первоначальные образы слов, которые лежали в основе, так сказать, ещё древних языков. То есть, очень интересное исследование. Если кто интересуется и не слышал, найдите, есть книжка. Его, к сожалению, не переиздавали по понятным причинам. Он не признавался учёными ни до революции, ни после революции. И только вот уже в последнее время как-то о нём немного стали вспоминать, причём именно усилиями в основном энтузиастов, которые вот сейчас альтернативные пытаются подходы разрабатывать. Платон Лукашевич, Чарамути. Есть его фоксимильные PDF, но там с ядьми, но я думаю, что через пять страниц любой русский человек будет читать дореформенную грамматику совершенно спокойно. Это, так сказать, просто отступление. Ты когда сказал по поводу того, что... Ну, когда говорили про историю, понятно, мы сошлись в одно, что девка продажная однозначно. А вот когда ты стал говорить, что некоторыми учёными не признаётся, тут у меня тоже напрашивается, а что это за учёные? На чьей они стороне? Кто их подкармливает? Кто им даёт задание? И сразу же из этого возникает вопрос, а не отчасти ли и некая наука, которая себя называет исторической или историей, тоже подобна самой истории? Естественно, конечно. Так что, когда мы говорим, что какие-то учёные не признают какого-то человека, мне кажется, это проблема тех учёных, которые себя называют учёными. А в русском языке есть фраза «учёные кое в чём мочёные». Вот иногда хочется прям так и... Ну ладно. Елена 777, за этот вопрос в эфир. Как можно применять колословые в практической жизни? Такой актуальный вопрос. Хороший вопрос, на самом деле. Ну, в общем, здесь мы уже входим несколько в другую плоскость. То есть, понятно, что это как род сакральной письменности. Это, в общем, говоря традиционным языком, это магический инструмент. Это раз. Во-вторых, это само по себе занятие узорным письмом. Это род духовной практики, который близко лежит, скажем, к традиции восточной каллиграфии, скажем, к составлению рунных ставов в северной традиции. То есть, кстати говоря, рунные ставы, которые известны именно из исторического смысла, они не что иное, как композиции, повторенные четыре раза с поворотом. Это, по сути, тоже колослово, только рунные. То есть, у них такой же принцип. Ну, это вот, в частности, исследователь северной традиции платов очень серьёзно этим занимается. У него даже вот недавно вышла книга, посвящённая именно рунным, то есть, рунной вязи, как её, если по-русски называть, или рунные ставы, если по... Ну, это то ли ирландский, то ли кельтское слово, сейчас уже не помню. Вот. Поэтому... То есть, это, в общем, род духовной практики и магический инструмент. Есть такое понятие мандалы, да, когда вот что-то вплетается или рисуется. Совершенно верно. Художников, которые на основе свастичных символов, ярги, целые картины рисуют. И вот знакомый лично с этим человеком, с Александром. И удивительно, когда стоишь далеки от картины, картины большие, там, бывает больше метра, метр на метр, там, полтора на полтора, такие большие картины. Когда стоишь рядышком, одно ощущение, не отходишь, например, на три шага, другое ощущение. Это шел совсем далеко, третье ощущение. Так что, да, это интересно. И тут получается, ведь когда человек что-то рисует, он занимается творчеством, он выражает себя через письмо, картины пишут, да, то в этом случае, вот он как раз эту практику, о которой ты говорил, делает, рождает, порождает. Самосовершенственность от какой-то присутствует. И вот это надо все учитывать. Плюс развитие идет, надо же еще попасть, чтобы это все синхронно, было симметрично, чтобы они все там срослись, чтобы получилась такая вот цельная картинка. Вот. И мало того, что вот в эти картины можно закладывать свою мысль, например, на то, чтобы эта мысль как-то помогла, была оберегом, защитой, или как на исполнение желаний некоторые вот что-то делают. Вот у меня там желание, чтобы у нас была наша, там, возродилась древняя держава, к примеру, да, и нарисовал такую вот красивую, написал такую красивую вот колословицу. И кто знает? А может, поможет? Нет, ну, на самом деле, собственно, такую практику мы тоже делаем. В частности, у меня есть достаточно известная работа «Колослов Русь», которая сейчас, в общем, отпущена в свободное плавание, да, то есть, любой человек может делать с ней все что угодно, рисовать, наносить там на дерево, вырубать в камни и так далее. То есть, туда заложена именно вот такая вот мысль о благе нашей Родины, которая как бы была вот таким образом реализована. То есть, все верно, здесь мастер, который освоил эту технику, он, ну, в общем, получает возможность транслировать в мир определенные энергии, обережные или, скажем там, какого-то иного плана. Ну, там очень, это отдельная большая тема, вот, и, да, это все совершенно верно, так и есть. То есть, и, кстати говоря, по поводу мандал, мандалы здесь тоже, то есть, как композиции уже на базе колослов, они тоже имеют особую форму, мы тоже делаем такие вещи, есть техники соответствующие и так далее. Вот. То есть, все это стекается в единую традицию, которая и называется узорным письмом, причем, ведь действительно, если задуматься, узор, очень древняя форма, ну, скажем так, самовыражения человека. И при том, что и рисовать человек научился очень давно, там еще в пещерах, да, мы знаем достаточно красивые портреты, там, буйволов, маму. Прибедняешь наших предков, в пещеру, скорее всего, были вынуждены забраться, как спасение, и они туда принесли то, что уже умели до этого, так что давай не будем следовать этой девке, которая говорит, что мы вышли от обезьяны, пускай они от обезьяны, сами выходят. Добро, я сейчас, кстати, как раз не об этом хотел сказать, а именно о том, что есть две формы, да, то есть, когда человек умеет нормально рисовать, но при этом он продолжает использовать узор в качестве достаточно существенного культурного компонента, и это говорит о том, что узор имеет, собственно, самостоятельное магическое значение. Вот о чем я говорю. Я вначале, перед первой музыкальной паузой, тебя спрашивал, как ты докатился до жизни такой, а теперь хочу у нас через пять минут узнать от тебя, а где можно познакомиться с колословыми узорным письмом, идущим от тебя, по твоей методике, в твоем изречении, то есть, может быть, какие-то книги, брошюры, может быть, какие-то выступления, занятия, семинары, ну, что-то вот такое. Ну, в принципе, да, здесь в основном, в основном, деятельность динамичная такая, вот, оперативная, да, то есть, именно художественно-магическая, она сосредоточена в социальных сетях, то есть, на моей странице в Фейсбуке и ВКонтакте, там происходит вот живое рождение этих образов, их обсуждение, так сказать, иногда их чтение, да, там же периодически выдаются определенные образы, для того, чтобы люди их просто использовали для каких-то своих праведных целей, да, это раз, есть курсы индивидуальные, которые я провожу, курсы обучения узорному письму, вот, это можно обратиться, тоже где-нибудь в социальной сети, или ВКонтакте, либо на Фейсбуке, и все это подробно узнать, вот, есть канал на Ютубе, где выложено несколько видеоматериалов, вот совсем недавно был, я попробовал сделать пробный вебинар на эту тему, его материалы есть на канале, значит, на моем, и где-то примерно с год назад, когда я вот начал потихоньку выходить на публику с этой темой, вот, в Королеве было прочитано две лекции вводные, вот, есть тоже их видеозаписи, вот, то есть, пока, а, ну, есть еще статьи такого, вот, в общем, скажем так, теоретического плана, да, вот, которые опубликованы на Крамоле, в конце анонса эфира, эти ссылки все даны, так что, если кому интересно, можно все это посмотреть, вот, то есть, сейчас это вот такая вот, эта живая работа, которая осуществляется через соцсети, да, вот, есть определенные опыты по материализации всего этого дела, но, это уже отдельная тема, вот, то есть, самая живая, самая последняя информация идет через аккаунты в соцсетях, и вот эти видео там, можно посмотреть просто для того, чтобы войти в тему, потому что, о чем мы сейчас говорим, это самый-самый верх, это вот, ну, что называется, чтобы понять вообще, о чем идет речь, потому что действительно тема очень новая, и о ней еще мало кто знает, хотя сообщество людей интересующихся, у меня сейчас уже очень сильно растет, и есть уже ученики, которые идут своим путем, то есть, это такая живая тема, будем так говорить. – Хорошо, ну что, у нас подходит музыкальная пауза, хотел задать вопрос тебе, а почему так в Королеве выступил, почему не где-то в центре Москвы, в Королеве все-таки он где-то находится севернее Москвы, и туда не все могут добраться, а так бы где-нибудь в центре Москвы, там много народу приехало. – Ну, это был просто эксперимент для своих, я просто живу в Королеве, поэтому это как бы, да, здесь есть некое местное сообщество, интересующееся этими вопросами, и вот именно среди них, собственно, я и провел этот эксперимент, чтобы понять, насколько это людям вообще интересно, кстати, реакция была действительно очень положительная. – Понятно, понятно, а я думал, ты просто так затихарился там где-нибудь, ясно, ясно. Хорошо, хорошо, ну что ж, сейчас музыкальная пауза подошла, и вот когда Колослову рисуете, там уже повторяется несколько раз одно и то же, вот не забывайте, что повторение – это мать учения, сказал Заика, а мы сейчас послушаем музыку. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио, вот так вот, за чайком, в милой обстановке, разбираем тему «Узорное письмо и колословое». Сергей Иванов, главный соведущий, на календарике современном 12 мая 2016 года, четверг, а на Дома Старинка, 31 день, месяца посева на речении, 7500 до 4 лета, шеститься. Итак, мы продолжаем отвечать на вопросы, которые появляются в чате. Вот так, не ставим себе раз, и всплывают, и мне приходится их зачитывать, чему я, в общем-то, и рад. Это так, я строгость на себя нагоняю, на самом деле, я очень рад, когда люди задают интересные вопросы. И вот такой интересный вопрос появился от Светланы. Каким образом колословы действуют на окружающее пространство, а следовательно, и на сознание человека? Хороший вопрос. Можно целый эфир на эту тему сделать. Значит, если так немножко осторожно к этому, подойти, не спеша, скажем так. Значит, первое, что нужно сказать по поводу колослова как готового образа, то, что он выступает, может выступать, скажем так, в двух апостасях. Он может быть отражением личности мастера, и транслировать его энергию, его намерения. Это один аспект. Но это не, скажем так, не является вершиной мастерства. Вершиной мастерства в данном случае является полная отстраненность мастера от внесения в колослов собственных энергий и собственных состояний. То есть, это состояние нулевой точки, которое известно во многих духовных практиках как состояние тишины. вот в этом случае колослов будет решать задачу, направленную исключительно на решение той проблемы, которая через слово была развернута в образ. И в этом случае взаимодействие какого-то человека, который, скажем, смотрит на колослов или как-то с ним медитирует, работает с ним, это, в общем, будет уже состояние зеркала того, кто с ним взаимодействует. Чистое зеркало. Без каких бы то ни было вмешательств воли и намерения мастера, который это делал. Это вот если очень коротко. Ну, хорошо, коротко, но доходчиво, на мой взгляд. Так, ладно, дальше. Ярогор, вопрос эфир. Сергей, всем известно влияние графических построений на структурирование пространства. Яркий пример, например, Янтры. Есть ли наблюдение влияния созданных голослов на окружающие, я имею ввиду, твои работы? Пересекается с предыдущим вопросом. Ну, да, в общем, тут можно, в принципе, зачесть именно тот ответ. Дело в том, что здесь надо понимать, что мы не всегда знаем, когда у нас идет научная работа, а когда духовная практика. То есть, здесь нету четкой границы, когда мы можем сказать так, вот давайте мы теперь попробуем сделать статистику, попробуем выступать в роли какого-то стороннего наблюдателя, который посмотрит, как и что происходит. Это достаточно непростая задача, поэтому таких вот исследований, четких совершенно, которые как-то это документировали бы. Ну, собственно говоря, в случае с янтрами тоже нет, это в общем в достаточной степени интерпретации. То есть, понятно, что речь идет о духовной практике, и мы здесь не оперируем методологией науки, да, то есть, не собираем какую-то статистику, не документируем какие-то там чудеса, да, как то есть, но есть свидетельства людей, которые взаимодействуют с ним, да, это меняет и состояние человека, и позволяет ему понять какие-то аспекты его собственной жизни, да, вот, очень много, кстати, проявляется непосредственно при делании, да, то есть, вот тот, кто практикует, делает практику колословых, именно создавая их, да, вот там, пока человек не достиг состояния нулевой точки, это просто он рисует свой собственный портрет психологический, по нему просто можно читать, что у человека не так, и насколько его эмоционалка сегодня качнулась в ту или иную сторону, то есть, вот этот аспект наблюдать можно, вот, и, в общем, это мы делаем, и на самом деле, очень серьёзное совпадение вот того, как человек этот образ делает, и каково его состояние внутри, вот, но это вот, конечно, в эфире достаточно тяжело продемонстрировать, на последнем вебинаре, вот, который был в марте, вот, я там показывал в качестве примера колослов слова покой, сделанный человеком, который находился в не лучшем эмоциональном состоянии, вот, то есть, там даже не нужно быть специалистом по сакральной письменности, и чтобы понять, что покой в этом образе, что называется, только снится, то есть, нет там его, там сплошное беспокойство, вот, и тем не менее, человек просто не видит иного, понимаете, здесь какая интересная вещь получается, что вроде кажется геометрия, вроде кажется всё просто, вон они, бери букву и делай, но когда начинается практика, и когда начинается практика ещё и на конкретном слое, человек демонстрирует ровно тот образ, который на данный момент с ним гармоничен и с ним резонирует, и в этом есть особенность вот этой практики, которая, в общем, это я могу чётко утверждать, что это да, это работает. То есть, так по колослову можно наблюдать, так, вот это ещё нормально, поживёт, поживёт, да, это хорошо, пошёл, а вот этому срочно скорую, причём скорую необычную, а там, где потом палата номер 6 будет присутствовать, да, и смирительные рубашечки не забудьте, да, вот так вот встретишься с тобой, а потом пожалеешь. Ну, зачем? Я мирный. Понятно, у меня ножичек, чтобы огурчики порезать с колбаской, понятно, понятно. Ладно, дальше смотрим вопрос в эфир. от Олега из Иркутска. Здравия соведущему. Известно, что многие народы перенимали символику славян. Является ли пятилучевая звезда древним славянским символом, а не иудейский Маген Шломо? Благодарю. Пятилучевая звезда Маген Шломо, я что-то такое даже не знаю. Если честно, не силен в аудейской символике, я знаю... Вот придешь к нам в эфир и ознакомишься со многими вопросами этой жизни. Почаще приходи, тебе еще не то расскажут. Да, да, да. Нет, на самом деле, я исхожу опять же все из той же мысли, которую уже сегодня озвучил. Корень у всякого символизма единый. То есть, как интерпретируют это те или иные народы... Вот, кстати, тот же Кутенков, он по поводу свастики замечательно в своем эфире как раз рассказал. В нашей практике это называется перепрограммирование образа. То есть, попытки перепрограммировать свастику. Это один из примеров того, как в принципе можно... Возможно, что с символикой, которая которую вот слушатель назвал, произошло то же самое. Потому что в принципе простые образы, простые образы, они сделаны настоящим мастером, я подчеркиваюсь, они созданы в древние времена настоящим мастером, да. Они именно нейтральны. Вот то, о чем я сейчас говорил, имеет отношение к вот этому вопросу, да. То есть, изначально всякий совершенный образ нейтрален. А вот работа адепта, мага, созерцателя, медитирующего, назовите как хотите, она делает его тем или иным. А когда начинает работать эгрегор на уровне, скажем там, народа, на уровне конфессии религиозной, то там это перепрограммирование происходит сплошь и рядом. И мы часто наблюдаем именно результат программирования, а не задачу, которую решал когда-то безвестный мастер, создавший первый раз этот образ. То есть, не нужно относиться к символам как к чему-то заданному, да, или к изначальному добру, или изначальному злу. Это всего лишь инструменты, проявления, инструменты для работы с определенными видами энергии, если человек умеет работать через эти символы, он через них работает. Да, известно, что многие народы брали символы древнеславянские, потому что по какой-то причине они были на тот момент им более подходящим может быть. Может быть, они видели более какую-то символику для них понятную, или энергетически подходящую, о чем я уже говорил. Но что далеко ходить? Если мы возьмем гитлеровскую Германию первую половину XX века, то, в принципе, там все становится в свои места. Был взят символ, интересное сочетание было подобрано, цветовое, и он стал таким вот образом нацистской Германии. И потом под этими флагами вся Европа маршировала, и все замечательно, хорошо. А потом, когда дали по сусалам этим друзьям, то оказалось, что, оказывается, этот символ Гитлер придумал. То же самое, та же самая ситуация и здесь. Причем, самое смешное, что тем людям, которые не хотят воспринимать древность славянскую, о чем мы уже говорили, они отталкиваются от выдуманной истории, от проплаченных историков, то в этом случае очень интересно получается, им ничем не докажешь, что аналогичные символы встречаются по всей России и за ее рубежами задолго до появления Гитлера, не то, что там за один, за два года, за несколько столетий, тысячелетий, десятки тысячелетий, и они все равно говорят, нет, это фашисты. Все равно они никак не поймут, что это не фашистский символ, вообще фашизма в Германии не было. Фашизм, он был в несколько других странах, и там другая была символика. В Германии был социальный национализм. Да, национализм, да, в Российском Союзе был другой социализм, классовый. Вот, как бы, прошу прощения, что говорился, благодарю тебя, что ты поправил. Так вот, так что, неведание, оно настолько глубоко въелось в умы людей, что даже элементарные вещи, они просто не способны, не способны усваивать, не способны переваривать. Для них это вообще жесть какая-то. Ну, ладно, продолжаем. Ну да, увы, это так. Да, продолжаем отвечать на вопросы. Аркуин, он задал вопрос в эфир. Магия любого порядка требует определенной квалификации и ответственности. Существует ли техника безопасности при обращении с колословыми? Обязательно существует, но это, естественно, на эфир не дается. Это дается при обучении. Да, есть, однозначно, и вопрос совершенно правомерный. Безопасность и ответственность это первое, с чего начинается вообще всякая нормальная серьезная практика. Эти методы разработаны, но они не по понятным причинам никогда не озвучиваются в эфире или на вебинарах. Это мучит. те образы, которые публикуются, они имеют все положенные степени защиты. То есть, ты даже не поделишься, чего делать нельзя? Да. Какой ты вредный, оказывается. Я не вредный. А ответственность? Понятно. Не, ну, сказал бы, вот, ни в коем случае вот это делать нельзя. А вот дальше приходите ко мне и вам сейчас такое расскажу. Там дело в том, что это, конечно, понятно, тут можно по-разному на это дело смотреть. Дело в том, что это невозможно объяснить коротко. Потому что каждая моя фраза на эту тему породит с десяток вопросов а что это, а что это, а что это. Понимаешь, о чем я? То есть, мы сейчас оперируем, пока вот мы смотрим то, что есть в качестве опубликованных образцов, про каждый из этих образов, даже из тех, которые в анонсе здесь представлены, можно написать достаточно длинную историю, связанную с тем, какие энергии она подымает, что она делает, собирает ли, рассеивает и так далее. То есть, у каждого колослова своя история, своя энергетика и своя задача. И в том числе и задача, так сказать, магическая задача делательная. Единственное, раз уж так ты меня с жмотом обозвал, я тебе могу... Не, я не жмот, он сказал. Значит, могу сказать одно. То, о чем я говорил чуть-чуть выше, по поводу того, что нулевое состояние мастера, вот это первейшее правило техники безопасности при работе, при создании колослова. то есть, там не должно быть эмоционального отпечатка сущности мастера. С этого начинается нормальное дело, потому что это палка о двух концах. То есть, если он оставляет там свой некий отпечаток, то, во-первых, он искажает образ, уже искажает его, а во-вторых, если он не ставит такую задачу сам по себе, а во-вторых, он подставляется, потому что на всякое действие есть противодействие, и, соответственно, существуют методы, как нивелировать энергию, скажем, колословно, и если там в этот момент будет сосредоточена хотя бы частица мастера, он может получить соответствующую ответку на этот счёт. То есть, это очень серьёзная на самом деле вещь, поэтому они как бы озвучиваются только в конфиденциальном порядке, скажем так, при обучении. Но вот это важно. Это важно, потому что за каждую частицу мастера можно зацепиться и сделать его в том числе инструментом влияния каких-то, так сказать, других сил. Вот так. В общем, да, тут было сказано и про ответственность, и про квалификацию, и про то, что техника безопасности существует. Ну, я надеюсь, вопрос был разобран, ответ был дан. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Хотелось бы услышать происхождение слов «судьба» и «лень». И имеет ли общий корень и общий смысл слова «Март» и «Смерть». Благодарю. Ну, здесь я не могу выступать, в общем-то, экспертом, да, то есть этимология несколько не то, чем я занимаюсь, да, и у меня на нее, скажем так, некий особый взгляд. Я вообще считаю, что этимология это достаточно пустое занятие. Вот, возможно, я кого-то шокирую этим, так сказать, заявлением. Вот, но что такое вообще говоря разбор, магический разбор слова, да, будем так говорить, это по сути некая динамичная формула, которую человек создает для собственных нужд. Понимаете, о чем я говорю? Ну, ты поясни нашим радиослушателям, вдруг не понимаешь. Ну, попробуй, попробуй. Вот, что такое этимологии в том понимании, как мы их читаем, вот, ну, у альтернативных исследователей. Я не говорю сейчас о Фасмера и вот этих вот ребят, которые составляют официальную этимологию, да, как науку, как раздел там чего, лингвистики или языкознание, да, то есть, вот те любители, над которыми принято смеяться, да, как они разбирают слова по слогам, вот, что на самом деле делают таким образом люди? они проявляют определенную магическую формулу. Поэтому, когда мы разбираем слово, мы рождаем определенную энергию, которая выполняет определенную задачу. Ну, вот, по поводу тех слов, которые слушатель привел, я так на скидку вряд ли что скажу, вот, а какой бы пример сейчас привести, сейчас. Ну, вот, любимое у Задорного, в частности, слово любовь, да, как он разбирает, вот, то есть, люди Бога ведают, одна из версий прочтения этого слова, да, как образное прочтение, вот. Хорошая версия. Вот, это не просто хорошая версия, Алексей, это магическая формула, то есть, заявляя о том, что любовь, это люди, Бога ведают, вы в пространство бросаете определенную формулу, которая решает определенную задачу, в данном случае, эта задача просто высшего порядка, что может быть лучше, нежели ведание Бога, да, вот, и это никакая не этимология, поэтому бесполезно вступать в спор с лингвистами, говорить, что вот, ну мы же там это, или там в словаре какие-нибудь лазите, говорить, что давайте мы где-нибудь найдем этот слог РАД, не найдете вы его нигде, потому что это другое, это именно магическая формула, которая может быть построена тем или иным образом, явлена в мир, и она будет решать эту задачу, вот, и вот, когда мы разбираем любое из слов по такому принципу, да, кстати говоря, вот, можно с привлечением, например, той веды, которая идет, в частности, через буквицу древнеславянскую, да, вот, то, что через Асгарское училище идет, и вот, в частности, там Андрей Ивашко, там тот же Патер Дей, ну, то есть, там много сейчас уже людей, которые ее проводят в мир, это достаточно, так сказать, мощный такой вот поток, много критики, но суть в чем, что это формула, то есть, вот, что такое Аз, например, да, вот, в той системе, которую оперируем мы, вот, в Колословице, да, это слог Аз, да, который означает, если по-индуистски читать, это более понятно будет, знающий Атман, да, то есть, душа, которая знает, одно из имен Бога, явленного в мир, а буква А, это вообще все, что угодно, вообще все, камень, вот компьютерная мышь, это А, там, кошка, Иисус Христос, Магомед, это, когда является что-то в материальный мир, это А, а то, что Аз, это тот, кто еще и знает, обладает знанием, да, то есть, что это такое, это формулы, с помощью которых можно составлять, я это называю динамической ведой, да, то есть, это веда, которая создается для того, чтобы решать задачу, если мы хотим, чтобы люди Бога ведали, значит, мы проявляем формулу любви, как люди Бога ведают, и она работает, а остальное, это от лукавого, кто там произошел, из каких корней, индоевропейские, а не индоиранские, бог знает еще какие, это вообще не важно, важно, кто первый проявил, эту формулу, для, как рабочий инструмент, а не как пустозвонское слово, вот так вот я бы ответил на этот вопрос. Ну что ж, хорошо, ответил, хорошо. Так, единственное, что здесь можно добавить, очень часто слово любовь слышится с телевизоров, из каких-то рекламных изданий, совсем в другом контексте, приходишь в какой-нибудь магазин, и там, особенно в супермаркеты, и там перед стойкой, обязательно изделия, одноразовых таких, направленностей, и там, обязательно там, любовь, такая-то такая-то, думаешь, хорошая у них любовь, да, собаки там занимаются любовью, под забором, так, отличная любовь получается, ну и так это, ищем девочку, или парня для любви, отлично, здорово, потому что всякие там шоу вот эти, где голо-систые, и голо-попые, себя выставляют, на показ, всему телевидению, всему, всей стране, всему миру, а потом, другого слова, не скажи, дурочки, это дело копируют, и ходят в обтягивающих, даже трудно назвать, что это такое, и рисуют себе еще всякие там, сердечки, которые, так, если посмотреть, перевернутые просто задницы, становится страшно, страшно, потому что, я уже говорил в одном из эфиров, присутствовал, стоя на остановке, стоит такая деваха, прям, ну вся-вся такая, гламурная-гламурная, ждет автобуса, ну, видимо, еще не нашла того, кто ей майбах купит, но и вот автобуса ждет, и проходит парень молодой, так, поворачивает в свою сторону, и говорит, девушка, в юбку потеряли, вот, причем сказал так громко это, что она покраснела, и убежала куда-то там во двор, да, ну ладно, еще у нас есть три минуты, давай попробуем еще на один вопрос ответить, но я, кстати, могу просто немножко дополнить, с твоего позволения, так давай, тогда вопрос не будем задавать, вот на эту тему, да, вот этот пример, о чем ты говоришь, по поводу любви, да, то есть, это то же самое, что делал Гитлер со свастикой, на той стороне, так же работают люди, это надо понимать, ну, я бы не называл их людьми, но, так сказать, в традиционном уж терминологии мы будем, то есть, ни о каком благодушии здесь речи нету, и о какой благости, идет война, это надо понимать совершенно четко, поэтому, да, там работают, там из любви делают другую темологию, подменяют понятие, делают еще бог знает еще чего, да, но количество людей, которые будут понимать любовь, и проявлять любовь, как ведущие бога, чем больше их будет, тем скорее победа будет за нами, вот о чем речь, поэтому здесь ручки-то складывать нельзя, да, они программируют, надо программировать в другую сторону, борьба за любовь, так же, как за свастику, вот то, о чем Кутенков говорит, да, ее надо отвоевывать у них, потому что ее загнобили, ее затоптали, ее перепрограммировали, ее надо доставать назад, иначе она не будет работать, в должной мере, пока мы ее не очистим, так же и слово любовь, и куча других слов, слово вера, слово веда, да, Господи, весь словарь можно перечислить, сколько извращенных понятий есть, казалось бы, в простых словах. Ой, не говори. Да, и мне вспоминается такой короткий рассказ, когда один человек подходит к девушке, такой одетый, вот так все на показ, и говорит, девушка, а сколько стоят ваши услуги на час? Она, вы что? Что вы себе позволяете? В смысле я позволяю? Разве я не проститутка? Нет, я не проститутка. С чего вдруг взяли? Я готов вас ударить, там, ну, такое, на повышенных тонах идет общение. Говорит, ну, подождите, вот стоит полицейская женщина, вот видите, она как одета, да, вот уборщица, видите, как она одета, вот проститутки стоят, видите, как они одеты, ну, извините, вы же одеты, как они, ваша фирменная одежда, форменная такая, но я и принял вас за это, во что одеваетесь, так вам обращаюсь. Вот такой пример, очень тоже интересный. Я очень мечтаю о том, что девушки наконец-то станут думать о том, кто они в этой жизни. Я наконец-то рассчитываю, что проснется в них эта девичья честь, понимание того, кто они, для чего они в этом мире, чтобы они становились ведущими матерями. И тогда у нас есть вероятность того, что все-таки мы как-то вылезем из этого болота. А сейчас мы слушаем музыкальную паузу. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 12 мая 2016 года четверг, по одному из старинных 31 день месяца пассивного речения, 7500 до 4 лета шестится. Узорное письмо и колослово. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Сергей Иванов. Продолжаем отвечать на вопросы, поступающие в чат Народного Славянского Радио от наших радиослушателей. Если вы еще не в чате, то, к сожалению, вы задавать вопросы не можете. Завидуйте тем, кто их может задавать. Но зависть ваша будет недолго, если вы войдете на Народное Славянское Радио, сайт, найдете там слово чат, зарегистрируйтесь раз на всю жизнь, и будет вам счастье. И будете задавать вопросы, переписываться с друзьями и получать очень интересную информацию, потому что помимо вопросов здесь люди общаются, не человекообразные, а именно люди, человеки общаются здесь и пишут очень хорошие комментарии, ссылки интересные дают. Так что есть, что здесь посмотреть, почитать, есть чем обменяться. Дальше. Вопрос в эфир от Геннадий Ствери. Поясните, пожалуйста, значение слов «девица», ударение на «е», «девица», и «девица», ударение на «и». Благодарю за ответ. Так Штирлица и тянут в этимологию. Я могу здесь сказать вот что. Возможно, что здесь есть какая-то разница. Я еще раз повторюсь, я не занимаюсь серьезно вот этими вот разборами значений, да, я могу конкретно вот по поводу этой пары сказать только следующее. В праязыке есть слово «дева». Все остальное это более современные производные. А слово «дева» идет от слова «два». И, собственно говоря, там и заложен достаточно серьезный мировоззренческий, сакральный смысл понимания, что такое женское начало. А касательно вот этих вот тонких нюансов, умывая руки, ну, не специалист. Да, ну, по улице мостовой шла девица за водой. Не девица, а девица за водой. Мне кажется, это игра слов. И просто в дальнейшем, когда нужно было кого-то возвести, говорит, хорошая девица, хорошая девица, девица на выдании, то это вот одно было значение. А когда надо было что-то нехорошее, значение придать им услугу, говорили, но ты девица. Я думаю, что здесь еще и возможно, что девица в смысле удивляться. Вполне возможно, что, да, дива, дивная девица, девица, девица краса. Это на самом деле действительно однокоренные слова, только они уже идут через индоевропейскую корневую систему, а там шут ногу сломит. Ну, да, как все интересно тут у нас на Земле, оказывается. Ну, ладно, следующий вопрос от Георгии. Георгия из Москвы. Где сохранились колословы и что удалось из этой информации расшифровать? На данный момент то, что мы понимаем под колословами, да, то есть закрученное по кругу четырехкратно повторенное слово, да, то есть то, что, собственно, мы называем колословами, сохранилось только в арабской традиции. Если смотреть в историческом контексте. Сам принцип формирования колословов, это весь солярный символизм, начиная с эпохи Палеолита. Но в культурах нынешней цивилизации, будем так говорить, это только арабский опыт. Хорошо. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Сергей, скажи, будь добр, почему, по твоему мнению, в древние времена на Руси письменность была слитной, без пробелов? В частности, как на дощечках вели свои книги. С чем это связано, и почему потом, по твоему мнению, мы пришли к той письменности, которую имеем? Эволюция ли это, либо искусственное искажение и последующее увядание могучего языка? Благодарю. Хороший вопрос, кстати, и достаточно такой глубокий, будем так говорить. Письменность вообще, как таковая, это регресс, а не прогресс, как принято считать. То есть, изначально, письменность как таковая человечеству золотого века была не нужна. Больше того, когда-то существовали времена, когда не нужно было и слово. То есть, все делание и контакты между сущностями, их сложно было назвать, наверное, людьми, в нашем понимании, человеками, происходило посредством мысли, то есть, телепатические контакты и прочие вот эти магические истории, о которых мы сейчас с придыханием читаем в фантастической литературе. То есть, это была норма общения между сущностями достаточно высокого порядка. И сейчас существуют миры, где это норма. Но просто мы не имеем к ним доступа, скажем так. Поэтому появление языка как такового, это была следующая стадия регресса. Почему? Мы до сих пор очень хорошо знаем, что изначально традиции были устные. То есть, все веды, которые действительно имеют смысл рассматривать как некое сакральное наследие, изначально были устными. Почему такой интерес к устному народному творчеству, в частности, русской традиции, то есть, легенды, былины, сказания. То есть, там существовала достаточно стройная система передачи знаний без записи. То есть, необходимо необходимость в письме не было вообще. Существовало письмо как магический инструмент, но оно, ну, как я предполагаю, имело формы вот близкие к тому, о чём мы сейчас говорим. То есть, это узор, проявляющий некую энергию, а вовсе не несущий какую-то информацию. То есть, через вот слово создавался необходимый магический образ. во всяком случае, вот и арабские опыты, то есть, что мы сейчас делаем, это, в принципе, подтверждает эту мысль. Поэтому, когда мы берём исторические образцы, вот, ну, то, что можно как-то зацепить в виде каких-то артефактов, да, древнеславянская письменность была без пробелов, и это всё следы вот этого самого изначального узорного письма. То есть, его сначала выпрямили в линию, да, потом порезали на слова, а что такое речь? Это непрерывное течение. Мы же вот это вот, если послушать, речь и речка, да, это однокоренные слова. То есть, слово должно течь непрерывно. Больше того, я не могу это утверждать, так сказать, с доказательствами, но есть информация от людей, которые, это самое, ну, на которых, в общем, так сказать, я бы не стал бы ссылаться в именном смысле, да, то есть, есть такая гипотеза, которая говорит о том, что строй, идеальный строй проязыка он читал в веду и справа налево, и слева направо. Осколки этих вещей, вообще, вот этого понимания слова, они, в общем, остались. Вот то, о чём мы говорили по поводу Чарамутия в начале эфира, да, и работ Платона Лукашевича, вот это примерно то же самое, да, то есть, слоговой строй, который и в ту и другую сторону проявляет веду, да, и поэтому для того, чтобы вот эта речь была непрерывная, да, чтобы речь текла, и как до этого текла мысль, да, в высших, так сказать, существ, пробелы не нужны, и более того, чтение должно быть вот вперёд-назад, вперёд-назад, как волна, вот, и можно таким образом деля слово по разным слоговым строю, да, целую веду вытаскивать из очень коротких слов, потому что есть много тому, в общем, показаний, и я убеждён, что это на самом деле было именно так, вот это вот течение, да, то есть, оно было творящим, то есть, мы не просто болтаем, как вот принято в современном, да, то есть, каждое вот это вот слово, ну, то же самое, что я сегодня уже упоминал по поводу магических формул, да, вот, это именно инструмент, который необходим для делания, делания через звук, делания через мысль, делания через образ, да, то есть, мысль, слово и образ, это три ступени делания в сакральном смысле, поэтому, да, это архаичные следы вот той самой письменности, которая не была столь прямолинейной и туповатой, как современная. Да, здесь ты как раз снял у меня с мысли, с языка, когда вот говорил про речь, но здесь, мне кажется, есть ещё более интересный такой поворот, когда более высоко развитое существо, оно не прибегает к каким-то очень упрощённым формам передачи информации, чем выше развитое существо, тем более быстро оно может передавать информацию и на большее расстояние, это примерно то же самое, как, например, можно сравнить, когда не было газет, телеграмм и писем, то в этом случае передавалось из уста в уста, потом появились письма, потом появились телеграммы, газеты, потом появился телефон, ну, естественно, там не сам телефон, а появились телеграфы, потом телефон, потом появилось уже радиовещание, и в конечном итоге, если взять то, что было 100 лет назад и сейчас, мы увидим две большие разницы, если уж взять 200 лет назад, то вообще будем удивлены, как же так люди-то общались раньше, как они умудрялись вообще жить, тут, чтобы какую-то мысль передать, достаточно трубку взять, нажать некий номер, услышать Алена обратной стороне и начать с ним общаться, потом трубку выключил, все вообще не закончилось, но в этом случае представьте себе, какие мы примитивные, если существам более высокоразвитым не требовалось даже это для того, чтобы общаться на расстоянии, мало того, что общаться на расстоянии где-то так на уровне земном, так еще и межзвездном, ну да, там космические масштабы были, конечно. представьте просто себе, что такое мысль, насколько она мощна и как это все устроено и тогда оцените всю свою немощь. Вообще, когда отобщаюсь с умными людьми, работа ведущая очень тяжела в этом отношении, я всегда себя ощущаю каким-то неполноценным после каждого эфира. Я думаю, какие люди умные, интересные, как все умного знают, а вот так послушаешь и прям хандрак нападает, ну почему я не такой? Ну ладно, вопрос в эфир от Виктора. Буквы – это графические символы. Объясни, почему люди вместо 49 инструментов используют только 33 и говорят, что им этого достаточно. И второй вопрос, как думаешь, зачем большевики 10 ноября 2018 года, в то время, когда их власть висела на волоске, издали декрет об изменении орфографии? Ну, во-первых, буквицы – это графические символы? Ну, вообще, это один из моих любимых вопросов, после которого меня выгоняют из всех абсолютно разновирских сообществ. То есть… Может быть, тогда мы не будем здесь произносить, иначе истер неожиданно прервется? Нет, я, так сказать, если вы готовы рискнуть, то я готов ответить. Ну ладно, ладно, давай уж, не запугивай, давай. Да нет, на самом деле все здесь, в общем, достаточно мирно. То есть, первая часть ответа на этот вопрос заключается вот в чем. Количество букв, которые существуют в алфавите, в моем понимании не ограничено ничем. Если мы рассуждаем о некой сакральной структуре иерархичности, то я могу ответить на вопрос, сколько нужно букв для нашего алфавита, нужно буквы две. И нашим компьютерам, посредством которых мы сейчас с вами общаемся, мы просто называем это цифрами ноль и единица, а на самом деле это буква О и буква И. И это все, что достаточно для того, чтобы понять, как устроен мир. Все остальное это его конкретизация, и конкретизация это идет на примере Колословицы это очень хорошо видно. Здесь большая часть нашего алфавита это слоговые руны уже. То есть, это уже слоги. Вот на примере буквы Б я это показывал, точнее упоминал просто. То есть, сколько букв необходимо для того, чтобы передать посредством алфавита информацию, столько, сколько требует ваш современный язык. То есть, наш современный язык для передачи информации требует 33 буквы, и бог бы с ним. Для того, чтобы передавать веду, достаточно двух и дальше сколько угодно. Вот я упоминал уже, у нас есть такой термин, в нашей шаманской среде колословостроителей, называется слоговые руды. То есть, он такой достаточно пафосный, но он отражает именно вот эту вот суть. То есть, букв будет столько, сколько вам нужно для того, чтобы вы развернули картину мира сообразно своему миропониманию и своему уровню. Вот компьютеру достаточно двух. Для того, чтобы, так сказать, что бы то ни было в этом мире понял человек, надо чуть-чуть больше. есть замечательная легенда, которая вот в тех ссылках, которые я показывал, там есть, по-моему, упоминания, а может нет, есть такое племя Дагоны в Африке, Мали, достаточно загадочное племя, которое не имеет собственной письменности, и у них есть легенда, но они считают себя потомками выходцев Сириуса, то есть у них такая космогоническая теория происхождения их собственного народа, по нашим меркам достаточно примитивное африканское племя, письменности не имеет, можете себе представить. И вот у них есть легенда о том, что верховное божество, которое они называют Ама, возможно, что уже это вас натолкнет на определенные мысли по этому поводу, в частности, если кто занимался йогой и помнит такой слов, как Ом, то есть творящая материальная манта. Так вот, у них есть божество Ама, которое проявило им, догоном, сначала два символа, а потом восемь символов. Причем два символа были недоступны людям того уровня, а вот восемь, на базе восьми, они уже выстроили некое миропонимание, с которым до сих пор живут. Ну, вот примитивное племя. Но говорит оно примерно о том же, эта легенда говорит примерно о том же, о чем я сейчас говорю. То есть два, больше того, эти восемь знаков Ама мы можем проявить, ну, это большая тема, я не буду сейчас углубляться, тем более, что это надо иллюстративный материал, соответственно, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Но эти восемь знаков через квадратную кирильцу или колословицу проявляются совершенно четким образом. То есть это именно те восемь знаков, которые не являются слоговыми рунами. Все остальное это слоги того или иного звучания. Поэтому, извини, я продолжу просто по поводу мысли, связанные с Луначарским. Еще одну сторону скажу, тоже такую достаточно, может быть, крамольную. Дело в том, что есть еще одна из теорий, которая лично мне очень нравится. То есть вот эти этапы, то есть сколько букв может быть, они так или иначе отражают то или иное состояние. Как правило, это связано например с генетикой. То есть скажем, если у вас у человека 47 хромосом, то соответственно каждый хромосом может иметь буквенное отображение. Есть теория, которая оперирует понятием звука и использует позвоночник как резонатор. То есть остов, основа человеческого тела это позвоночник. Так вот, у человека 33 позвонка и каждый позвонок может соответствовать букве современного нашего алфавита. то есть его вычистка до 33 это не волюнтаризм большевиков или Петра Первого. Это эволюционный механизм, который позволяет выстроить иное резонансное понимание языка. Понимаете о чем я говорю? То есть это большая тема, действительно, я просто сейчас вот как бы то есть 33 это не просто так. Это не потому, что они там что-то не понимали. Это была часть эволюционного процесса. И 48 это тоже часть эволюционного процесса. Поэтому в этом смысле я бы ответил на этот вопрос так. Там по-моему была какая-то вложенность. Если я чего-то на какую-то часть вопроса не ответил, то пускай слушатель повторит. И мы тогда разовнем эту тему, если ему показалось недостаточно. Вот так бы я бы ответил на этот вопрос. Ну понятно, просто там была вторая часть, это почему именно, я сказал в ноябре, на самом деле, 10 октября 18 года, в то время, когда власть большевиков висела на волоске, почему именно они решили изменить орфографию, не войска как-то модернизировать, закупать вооружение, всех куда-то посылать или что-то придумать, а именно за власть и морфография. Частично ты ответил, что это их эволюционный путь, и он был необходим им в то время, наверное, насколько я понял твой ответ. в общем-то это не их конкретно, это именно эволюционный путь, которым в принципе идет и развитие нашего языка, потому что мы приходим к резонансу собственным телом, это важная часть открытия перед утром сварога, как об этом есть такая терминология, наверняка вы это уже используете в своей практике, то есть это часть открытия человеческого тела как божественной сущностью, то есть мы можем действовать через генетику, можем действовать через позвоночник, и поэтому я сейчас не обсуждаю, почему конкретно большевики сделали именно это, но они сделали шаг в правильном направлении, вот о чем речь. Ну, понятно, понятно, я понял твою мысль, надеюсь, наши люди тоже поняли, так, дальше, давай смотреть, какие еще вопросы к нам поступали. Виталий в эфир, люди, которые не научились правильно излучать любовь, а любовь это божественная нравственная термин, не понимаешь, что такое любовь, но это реплика в эфир, хорошо. Елена 777, вопрос в эфир, и есть ли реальные примеры, как работает колослов, ну, например, нарисовали на балконе с молоком, и теперь оно долго стало не прокисать, а, на банке с молоком, то есть, взял баночку, там 3 литра молочка, и как, нарисовал что-нибудь, и оно не киснет, но хоть ты убейся. Это, в общем, очень характерный вопрос, который отражает, ну, скажем так, вот это вот состояние ожидания чуда. Вот, я, возможно, тут, это, буду не очень интересен в этом смысле, но магия – это работа. Там нет чудес, вообще нет чудес, не грамот. Вот, и задачи, которые решаются посредством такого инструментария, они не лежат в плоскости сохранения продуктов там свежими или что-то такое, это немного для другого делается. Вот так вот я бы сказал. Вот, но возможно, что найдутся люди, которые найдут подход с помощью вот такой вот формулы решить эту задачу, если она как бы… Тут надо еще понимать, что, вообще говоря, мы находимся на достаточно еще начальной стадии развития этой веды. Тут вопросов больше, чем ответов на самом деле. Вот, и слава богу, что есть сейчас интересы и уже энтузиасты, которые начинают это самостоятельно развивать. вот так бы я ответил. Хорошо, хорошо. Ладно, как один знакомый сказал, буквица есть, колослов есть, он не может не есть. Так что, когда вы на баночке с молоком что-то нарисуете, имейте, да, он тоже ест. Вопрос эфира от Геннадия Ствери. Известно ли вам, насколько часто названия рек и городов повторяются на Руси и с чем это связано? Хороший вопрос, на самом деле, но не в смысле, что я знаю на него ответ, просто на самом деле... Просто хороший, да? Да, он хорош чем, что это то, что называется умным словом топонимика, да, самая консервативная часть, вообще говоря, вот пространства имен, в котором живет человек, да, поэтому действительно названия рек, они очень часто имеют очень глубокое, очень древнее происхождение, по которому можно судить о тех народах, которые уже ушли с исторической арены, или как бы о тех народах, которые известны нам теперь под другими именами, да, вот, поэтому это просто очень интересная область, вот, в частности, та же самая Светлана Алексеевна Жарникова, у нее было очень подробное исследование вот этого вопроса в контексте связи названия рек вот русского севера, да и средней полосы, в общем, говорят, что и в Сибири такая же история через санскрит, и вот эти вот все вещи, то есть, как общую индоевропейскую общность, таким образом, она доказывала, вот, а повторение, повторение очень часто связано еще вот с чем, действительно, часть имен, часть имен имеют определенное сакральное значение, вот, скажем, я в свое время интересовался, очень много рек имеют название искона, то есть, абсолютно прозрачное чтение, да, то есть, это то, что идет искона, да, то есть, из первого закона, из первого опыта, вот, и люди, которые еще помнили, да, то есть, это было, это именование были очень давно, вот, сделаны, и их используют, потому что это сильные слова, есть целое, целый раздел такой, называется славянский адм, в частности, наверняка слышали, то есть, это слова сил, вот, так вот, очень многие слова, которые нам известны на бытовом уровне, на самом деле, являются словами сил, вот, и очень много слов, которые составляют название, вот, географических объектов, то есть, то, что составляет науку, топонимику, там очень много этих слов сил, и если люди находятся на достаточно большой территории, в едином языковом пространстве, они и тиражируют вот эти слова силы, потому что сила необходима всем, как-то так. Хорошо, хорошо, так, в чате очень активно идет беседа, мне так нравится, слушаю тебя, одним глазом смотрю туда, в общем, скоро стану или косоглазом, или веслоухим, так, вопрос в эфир от Владимира Изматича. Сергей, а какой вклад может внести колословец в дело искоренения сил зла и выдворения чужеземных пришельцев с просторов нашей Родины? Ну, вообще говоря, само по себе делание, да, работа с словами, несущим высокую энергию, да, то есть, это инструмент, собственно говоря, в том числе и для этого. То есть, если ставить задачу вот такую, да, то это инструмент, как любой другой. Вот. Освоив, научившись, можно противодействовать тем силам, которые вы считаете, так сказать, недружественными, злыми проявлениями тьмы и так далее, да, то есть, понятно, что здесь все время нужно исходить из взгляда несколько со стороны, да, то есть, вот я говорил насчет существования нулевой точки, да, то есть, то состояние мастера, которое еще в разных традициях, по-разному называют состояние невовлеченности, там, как угодно можно называть, да, вот, то есть, для того, чтобы эти инструменты эффективно работали, вы должны вот войти в это, состояние, да, то есть, пока вы существуете в пространстве дуализма, то есть, принимаете ту или иную сторону, да, вы не сможете решить эту задачу, которую заявляете. ты знаешь, когда говорят про какие-то символы, знаки, которые можно так поставить, они много что решат, то мне приходит в голову такая ассоциация. Представьте себе завод, заводской цех, там стоят токарные, фрезерные станки, и вот мастера как-то вот подошли к этим станкам, ну, они же что-то означают, посмотрели на них или там расставили по местам и ушли. Много ли эти токарные, фрезерные станки наработают? Но если, например, это станок продуманный и там есть система управления, заложенная программой, то он какое-то время проработает, он вытащит деталь, но надо будет все равно деталь, новую заготовку туда заправлять, эту деталь убирать, мусор убирать. Если же это полный автомат, то необходимо будет все равно как-то зарядить этот автомат для того, чтобы болванки не заканчивались, но так или иначе все равно придется забирать детали, сортировать, просматривать и новые заготовки класть. То же самое рубанок, представьте себе, какой бы он ни был прекрасный, но рубанок лежит на рубанок, но инструмент и инструмент. Вот то же самое примерно со знаками и символикой. Если вы просто нарисовали и надеетесь, что за вас все будет сделано, и разбегутся в страхе с какими-то криками о том, что ай-яй-яй, мы тут увидели страшный символ для себя, но это как бы не совсем, на мой взгляд, здравый подход к жизни. Любой символ он дополняет, в любой символ необходимо что-то вкладывать и необходимо мысленно его поддерживать. Если вы это не делаете, в этом случае символ, но он остается просто символом, он остается просто знаком. Мне то же самое поставить флажок. Вот здесь мое место. Раз так флажок воткнули или чура поставить. Вот это мое место. Но если вы не будете этот флажок охранять, если вы не будете следить за его исправность, если чур будет без вашего внимания, то его могут отбросить, его могут уничтожить, разбить. Любой знак, он требует внимания. За знаком скрывается много чего. Знак позволяет упорядочить что-то. Знак позволяет с ним поработать, потрудиться. Направление он требует, мысли. Если нет мысли, то в этом случае знак превращается в просто некий набор черточек, не пойми чего. Итак, давай еще два вопроса. Мы озвучим. Соглашусь. И после этого будем уже заканчивать нашу передачу. Вопрос в эфир от Светы. Как можно использовать колословы в медитации? Ну, как? Вот так вот и использовать. То есть, его для этого нужно перевести в какую-то материальную форму. Вот. То есть, напечатать каким-то образом там или изготовить в чем-то, да? Вот. То есть, в случае медитации его можно использовать как инструмент настройки. То есть, то, что психология известна как остановка внутреннего диалога, то есть, когда сосредотачивается на структуре, особенно на структуре достаточно сложной. То есть, в медитативном процессе чаще всего используются не индивидуальные колословые амандалы соответствующие. То есть, достаточно сложные структуры, которые позволяют практикующему настроиться на этот образ, убрать внутренний диалог и начать работать с тем, с чем он, собственно, собрался работать, что является целью этой самой медитации. Вот так вот примерно. Ну и в заключении вопрос от Олега из Иркутска. Если письменности раньше не было, и это регресс, и общались другими способами, то как наши предки могли передать потомку свои знания, как не через письмо в книгах, сантих, хоратих, рунах, на камнях и так далее? Ведь не всегда состояние развития общества имеет одинаковый высокий уровень. больше чувствую в мою сторону вопроса, ну давай, отвечай. Хороший вопрос. Я возбудил, я тему возбудил, а ты давай отвечай. На самом деле отличный вопрос, и он достаточно логичный и правильный. А ответить на него можно тоже очень просто. Дело в том, что знания не зашиты в каких-то пещерах. Знания не являются вообще каким-то предметом для накопления собирания или чего бы то ни было подобного. Знания существуют вокруг. Все слышали про понятие ноосферы, все слышали про понятие хроник Акаши, в конце концов все слышали про библиотеки. То есть суть в том, что если вы подписаны в библиотеку, вы можете прийти и взять любую из имеющихся там книг. Ровно таким же образом работает пространство, с которым мы взаимодействуем на предмет передачи знаний. То есть никто ничего не запоминает на самом деле из тех, кто называет себя учителями, пророками и так далее. они имеют ключ для того, чтобы подключиться к тому, что мы называем следует терминологии Академика Вернадского ноосферой или эфиром. В общем, тут очень много разных терминов. То есть суть в том, что знания сосредоточены вокруг нужной ключей. И в тот момент, когда человечество или какая-то его часть высказывает потребность в тех или иных знаниях появляется человек, который имеет ключи и он просто проводит ту часть, которую эти ключи позволяют вытащить из этого всеобщего пространства ноосферы. И в этот момент это знание, если они в состоянии его запомнить, то они его запоминают в виде сказок, в виде былин. если не в состоянии запомнить, то они его записывают, а дальше уже начинают трактовать его вольным образом. Таким образом, практически любое записанное знание искажено именно по той причине, что слово, несмотря на всю его сакральность, важность и великую силу, оно уже вносит искажение по сравнению с тем, что лежит в этой базе данных и может быть перенесено через мысль, которая чиста и изначально. Вот так вот. И, соответственно, отсюда делаются все вот эти выводы. Известное выражение, что мысль изреченная есть ложь. Это вот к этому. То есть, пока она мысль, она чиста, как только она изречена за счет того, что язык, он после мысли идет. Он уже не имеет полного набора тех инструментов, которых имеет мысль. письменный следующий третий этап. Поэтому здесь нет такого проблемы. И, в общем, когда на эту тему заморачиваются, что говорят, где же эти книги, где же эти веды, пещеры, давайте уже откроем, да посмотрим. Но, я вас уверяю, ни в библиотеке Ватикана, ни в каких пещерах в Сибири ничего этого нет. Есть ключи, с помощью которых люди, которые готовы это знание принести в мир, считывают это с этих самых ноосферных планов и приносят в мир в виде веды, в виде знаний. В том числе, кстати, таким же образом в мир приходят и научные знания. Ну, это просто, так сказать, часть веды, которая имеет свойство повторяемости, то есть, которая может быть повторена в процессе эксперимента. Вот, собственно говоря, чем это отличается от мистического знания в общем смысле. Вот так, наверное. Да, просто на каком-то этапе развития или деградации человеческого общества, человека в частности, даются какие-то знания для того, чтобы человек себя мог сохранить или почиститься, или что-то еще. Ну да, конечно, конечно. Когда-то даются высокие знания, когда-то даются убийственные знания. Надо же как-то от дегенератов избавляться от уродов, выродков, вернее, которые заполонили землю, и что-то происходит в этом случае. Но ведь подумайте сами. Вот могут сейчас обижаться на меня многие люди о том, что я такие слова произношу. Но вы просто подумайте. Если мы допустили над собой такие эксперименты, которые за последние несколько веков случились, ну как нас еще назвать? Вот давайте теперь это осознаем и теперь не допустим более таких экспериментов. Давайте теперь уже будем достойны того, кем мы должны быть. Достойны наших пращеров, тех знаний, веды, которые вокруг нас существуют, которые никуда не девались. Я абсолютно с Сергеем согласен в данном случае. И просто поймите еще, что не нужно было высокоразвитым существам, очень высоким своими знаниями, своим духом, понятиями, примитивные какие-то символы придумывать. Их символы это земли, звезды, системы солнечные, звездные системы. Вот все, что мы видим вокруг, это их символы, это их знаки. Это их символика. Они передавали, закрепляли это все при помощи мыслей. Кто-то, когда говорит, что вначале было слово, это уже не наш вариант. Сначала была мысль. Сначала были те, которые носители, были мысли, которые могли ее распространять. Слово появилось намного позже. Это примерно из той же серии, как дровянисты утверждают, что вот обезьяна там какие-то слова пыталась произнести, в конечном итоге у нее что-то получилось. Вот с тех пор стали человекообразные существа как-то уже члены раздельно что-то говорить. Вот мы напоминаем в своих рассуждениях часто вот этих человекообразных обезьянок. Это печально. Не человекообразные мы существа, не человекообразные мы обезьянки. У нас немножко другое все, а может быть совсем другое. Вот когда вы это все понимаете, тогда вы перестаете обижаться на какие-то слова, тогда вы начинаете мыслить, тогда вы начинаете что-либо строить, заниматься творчеством. И вы приближаетесь к тому состоянию, которое всегда называлось АЗ. То есть, вот как-то так. Ну что ж, давай сегодняшний наш эфир будем заканчивать. У нас есть такая традиция. Благодарю. Когда мы в заключении желаем нашему радиослушателю что-то хорошее, доброе, вечное. Ага. Хорошая традиция. Я хотел бы пожелать, во-первых, вам мира и сосредоточенности. И найти дорогу, которая сделает вас вольными и независимыми от игрографа и систем, которые норовят постоянно использовать вас не по вашему прямому, божественному высокому назначению. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что слушали. Это было интересно и мне в том числе. Надеюсь, надеюсь. Вообще с нашими радиослушателями не соскучишься, как говорил Карлсон. Да это да. Малыш, со мной не соскучишься. Ну вот. Значит, давайте я напомню вам, что сегодня у нас на современном календаре Кинодома современных 12 мая 2016 года четверг по одному из старинных 31 день месяца посева наречения 7524 лета шестица. Мы говорили про узорное письмо и колословы. Сергей Иванов был у нашей студии в роли главного соведущего. И в заключении, совсем уже заключение, мне хочется спросить, Сергей, а что бы ты еще в следующем эфире, если такой себе представляешь, мог бы рассказать нашим радиослушателям, так, для затравочки буквально. А я бы мог сказать вот это. Ну, вот, в частности, по поводу колословицы, то, о чем я уже сегодня упоминал, о том, что каждая из букв, которые мы используем в составе колословицы, то есть, это слоговые руны, но, помимо прочего, каждая буква несет свою собственную веду и разворачивает мировоззрение по мере своего собственного развития и своего собственного расширения. Это, возможно, не очень, я так сформулировал, туманно, но суть в том, что у нас нет случайных букв. Если кто-то думает, что буквы можно было придумать, то он глубоко ошибается. То есть, есть системы искусственные, которые созданы исключительно для передачи информации, да, но не наша азбука. И колословица в ее вот этой вот брутальной угловатой форме, она просто позволяет эту веду считывать напрямую благодаря своей упрощенной и достаточно лаконичной структуре. Вот о каждой букве, ну, о каждой букве в эфире, наверное, это не получится сказать, но, по крайней мере, о некоторых важных мировоззренческих буквах, которые действительно несут в себе важнейшую веду, можно было бы рассказать. Это как вариант. Ну, что ж, мы с тобой пообщаемся уже за кулисами театра, за кулисами сцены, за эфирным пространством и определимся, когда и на какую тему будем разговаривать. Ну, что ж, с вами был Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, главный ведущий Сергей Иванов. До новых встреч, друзья мои. Пишите, пишите ваши вопросы, по ним будем составлять эфиры через форум оборота связи. До новых встреч, услышимся. Благодарю.